Ля, как же сука своевременно-то! Хеллоу, пупсики мои сладкопопые! А с вами ваш домашний бойчик Санчоус, которому падлы-разрабы решили загомнить прохождение за Кингфиша. Там вроде что-то новое добавили, какие-то монархистские большевики из Белоруссии. Или это, или не то. Но самое важное, они сволочи игру поломали. Пришлось немного поперепроходить, поэтому тут чуть-чуть ситуация поменялась. У канадских гнид на этот раз все хорошо было с колониями, поэтому они на нас напали. Правда, что-то пока особого успеха у них не макроме Нью-Йорка. Оно у меня здесь на границе стоит полых армии и не атакует. Стоят посреди мерзлых болот несколько сотен тысяч дурачков и тупо пялит друг на друга. Я бы поатаковал, но у меня дивизии не хватит из-за синдрома Дальнего Востока ТНО. Потому что тут опять же граница недоступных регионов как-то далеко ушла. Наверное, классно воевать в пределах вечной мерзлоты, где не то, что землянку даже могилку приличную себе нормально не выроешь. Но разравы посчитали, что здесь, наверное, круто воевать. Логистика военная в этих регионах, наверное, просто блеск. Я, конечно, понимаю, в Америке гражданская война, там друг друга ненавидят, народ убивает. Но вот почему бы нам, всем СШАшникам, вместе не собраться и не понадобить люлей канадскому Эдварду за то, что тот полез в наши дела? А то приходится держать 18, 18 дивизий на бесполезном фронту. Эти солдатики бы мне очень понадобились, чтобы больно борзых нациков бить. А то у них какие-то чрезмерно сильные предсмертные конвульсии. Полудохлая кляча больно легается. Ну, я думаю, сейчас мои танчики помогут с этим разобраться. Конечно, шаблончик стартовый и хреновый, но лучше так, чем милиционерами с палками кого-то пытаться пробивать без артиллерии. А в остальном в мире не особо чё сильно изменилось. Арабы там третий или четвертый раз режут друг друга, но их не особо жалко. Больше Савинков умудрился на ранних сроках не просрать Ермашки. Туркестанское ханство в союзе с коммунной Бахрата, ладно? Комхрящик в Украине! Ну и во Франции социал-демократ, у которого гигантский бонус к Манпуверу. А так всё, в принципе, по старинке. Ну, хоть какая-то подвижка, отрыжка начала происходить. По крайней мере, в Калифорнии. Чай у них лэй отхлобучу. Да блин, а походу не получится. Ну ладно, и так, в принципе, пробиваемся потихоньку. Стоп, а чё это я с мексиканцами воюю? Алё, меня даже не предупредили никак, мне ничего не говорили. Ничего там на экране не появилось. Ну и да, действительно, появился гигантский фронт в самом тылу. Да пофигу, в принципе, зачем меня об этом оповещать. Отлично, вот я воюю уже и со всей Северной Америкой. Блеск! Ты алё, откуда мне ещё 12 дивизий вытаскивать? Эх, походу, гражданская война немножко затягивается. Чуть-чуть так, года до 46-го. Эх, ну хоть калифорниякам теперь потяжелее будет. Для полного счастья осталось, чтобы меня противники все вместе начали атаковать. Одновременно. И чтобы ещё сюда бы морской мысоткой высадиться. Кстати, я думал, меня та же Антанта задолбит морпехами. Но чё-то пока они не стремятся воспользоваться своим единственным преимуществом. Но я думаю, так скоро быдло получит по заслугам и у меня столицу отнимут. Потому что дивизий на прикрытие портов у меня совсем нет. Когда я практически у самой столицы калифорнияков, власовцев, блин. Которые дружат с уродом, оккупантом и акрессором Эдвардиком. Вальд Дисней, гнида, предатель Родины. Сначала епошкам жопу лизал, а теперь канадцам. Странно, что ещё в языке дырку не протёр. Омерзительное уродство, с которым нужно покончить. Ой, блин, там в Европке же Вторая мировая война ещё должна быть. Но тогда получается до свидания, дорогие немецкие добровольцы. Вы были достаточно бесполезные. Один дурак тут просто на фронте уже, как я помню, год стоит. Другой вроде ещё подаёт признаки жизни в виде долбёжки в горы против калифорнийцев. Идите, воюйте против дикого соцдем-генерала. У которого уже 5 миллионов запасных рекрутов. При только добровольцах. Ну а чё, типичная социал-демократия? Ой, чую, деду Вильке будет тяжкая. Его к тому же ещё хряч киданул. По идее, этот дед единственный мой действительно нормальный друг. Которого мне в дальнейшем бить не надо. Надеюсь, у него получится выстоять против орд французских соцдемов. Хотя ладно, это всё дела европейских маразматиков. У меня ещё свои неспокойные остались. Ой, точно эта борьба с горными калифорнийскими дебилами мне уже немного бошку проела насквозь. И я забыл, что канадские ублюдки сейчас пойдут воевать в Европу тоже. Вместе со всеми. Не, ну це только хорошо. А то мне совсем не нравится эта куча канадских солдат у меня на границе. И ведь сволочи ни разу нормально не проатаковали. Такого вообще хрена они там делают. Ой, ну надо вам буритасом хуитасом ожить, когда я добиваю калифорнийцев последних. Хотя эти-то ладно, они слабенькие на самом деле. От мексиканцев исходит другая угроза, они могут в интернационал вступить. И тогда будет вдвойне неприятно. Вон меня еще красные европейцы в борьбе против канадского империализма поддерживают. От Хрящева происходят жизненно важные поставки сальца под линдлизу для моих солдат. И не хотелось бы эти полезные поставочки протерять. Это было долго. Я бы даже сказал непозволительно долго. Охренительно много времени. Сука, теперь я просто ненавижу сраные горы. У меня от них теперь будет синдром долбежки милиционерами без снаряги. Эээ, ведь это только первый. А нужен и второй, и третий, и четвертый. Хотя с другой стороны у меня освободилась самая большая группа армий. Тогда я думаю, нужно постепенно с мексиканасами и с канадцами заканчивать. И пушить нациков с социками. Теперь благо сил хватает. Думал, расисты пойдут первыми, но они как-то хорошенько окопались. У них тут эти бесячие реки. А вот чикагские коми, походу, скоро капнут. Эээ, старое доброе дерьмо, когда дивизий нет на линии фронта, потому что они непонятно где чем-то занимаются. Супер-ультра-мега-класс. Обожаете боевые действия на огромных замерзших землях? Просто лучше быть не может. Хотя не, может, если бы это все еще было в горах. Ну и таки, да, красных со всех сторон давили, вот они и галлапсировали. Ну все, сейчас эти дотики один за другим будут падать. А вот тут уже и Вашингдон совсем рядом. Я ж когда-то там обещал вернуться в него, ну и вот. Через сколько там года два-три получилось? Хреново дерьмище. Пацаны, куда вы все здесь? Фронт, куда вы все вместе побежали тусить? Алло. Что? Что? Какой урод в мою столицу высадился? А, ясно. Исаак Исааков. Оригинально? Ну, хотя это должно было произойти рано или поздно. Учитывая, что я не прикрывал порты. О, мексиканцы капнули. Чмохи, которым повезло с зарослыми джунглей и кучей гор на территории. Как бы за месяц с этими чихуя-хуяками бы справился. О, ну наконец-то. Я так действительно, может быть, разберусь со всеми противниками до 46-го года. Хотя еще это Канада. Теперь из изначальных американских дебилчиков остался только МакАртур. А так главное, англичашный союзник, африканские и французы практически капнули. Вон тут только Алжирный остался. Хотя дивизии у него слишком немаловато. Так в этих сраных горах может еще долго просидеть. Надеялся, что хоть с Марк Артуром нормально повоюю. Но тут Апалачи. А Апалачи это что? Правильно, горы, бля. Еще проблема, что у меня на Мексике уже закончился манпувер. И у меня армия постепенно издыхает. Временно я могу решить эту проблему, понаспамив ополчение. Но если я хотя бы за ближайший годик не разберусь со всеми этими гадами, то и на следующий годик у меня мало шансов будет. Ну а после у меня и совсем армия не останется. А бабы не успевают в подобающем объеме человеческое мясо из себя выдавить. Поэтому призывники сразу утохнут как мухи. Вот только у меня появляется удобный плацдарм для наступления, так армия оттуда сразу уходит. Сама по себе, молодцы солдатики. Вот и капнул и последний урод горный. Гражданская война по идее закончена. Ну а просто война хрен там. Хотя я в принципе уже близок к оттаве Монреалю и к Вибеку. Если эта падаль с падением Монреаля не капнет, то он совсем говно. Пост, ты что серьезно? Ну давайте, да, в натуре мои солдатики же не устали. Давайте еще побегаем по обледелелой тундре. Не знаю, что дальше нужно будет, чтобы Канада капитулировала. Наверное, засадить американский флаг промеж булок Эдварда. Но если надо, то нужно, что сказать. О, и Канада сразу же запросила мир. Когда у нее столица в Галифаксе. Они всегда это делают так вовремя. Вот твари, а. Не, ну только на условии, что они все свои грязные земельшки нам отдадут. И Новую Англию в придачу, как же без нее. Вон они как раз капитулировали. Как же долго переть до этого Галифакса. Фух, доперся. Кхе-кхе, у меня там не должен произойти какой-нибудь ивентик, что я победил гражданки. Там такое какое-нибудь дерьмо. А вот и он, я уже немного испугался, что мне сейчас опять в Австралазию переться. И в Южную Родезию, которая обязательно для капитуляции, но при этом в войне не участвует. Вот блеск эти пропитанные кровью, потом и моими слезами от постоянной долбежки в горы земли. Ля, а что происходит? Вы что, уроды все? Вы реально уроды? Вы мрази? Нет, я не буду второй раз Канаду захватывать. Идите балуйтесь собачьими хренами. Это один из самых неприкольных приколов на моей памяти. Я такие шутейки на данный момент воспринимать адекватно не способен. Вот так уже лучше. Вот только сейчас, когда у всех нормальных стран фокусы или уже закончились, или постепенно кончаются, именно сейчас начинается интересный контент за Америку. Ля, пронемецкие и донские казаки захватили Украину. При этом глава у них фон Панвитц, у них есть Конор и Роа. Осуждаю, кстати, все это осуждаю. Интересная какая-то страна. Как будто чуть-чуть из другого таймлайна. Еще Канаду можно разделить, но нет! Это слово будет под непосредственно американским контролем. Иначе никак. После того, как мы, американцы, выпускали друг другу кишки и топили своих же сограждан в собственной крови, у нас будут выборы. Демократический, так сказать, процесс. Да, она же так хорошо в прошлых США работала. Ну, хоть война закончилась. Действительно, теперь можно немного в демократию поиграть. На полшишечки. Так, пока доступна только ветка лонга. Вроде я пока перепроходил, все тот же самое прощелкал. Не, ну после всего этого, если я еще и прошляпил нужный путь, я пойду харакирнусь с горя. Хотя, вроде все нормально. Но пока ничего нормального не происходит, можно всякой социал-демократией заняться. Для бедного человека. Кстати, за время резни католические веруны неплохо так раскачались. И уже какие-то там свои организации делают. Правда, смутная там какая-то вся тема. Что-то у них среди важных членов забыла бывшая феминистка-социалистка. А вот самым популярным по помо этой католической лиге проблемы. Трудноватая, конечно, организация, но пусть пока будет. Еще и столицу нужно выбрать. Ну, Вашингтон, не, как-то банально. Новый Ориан тоже уже было. Остин, Остин, это в Техасе, там все долбанутые, так что нет. Топика, звучит как-то кончено, пусть там и будет. А, это Канзас. А лиговцы-то не простые ребята. С христианской добротой помогают восстановить города, которые сами уничтожили, но это уже не важно. Черноафриканцам там организуют приют. Не, ну вот это я все цело одобряю. Даже вдвойне, потому что у них в рядах католическая феминистка. Давайте, работайте, братья во Христе. Правда, уж не нужно сильно много на себя брать. У лиговцев еще и появились первые хейтеры. Такие мерзкие существа с клистской субстанцией. Ну, просто протестантская церковь недовольна, что теперь не им будут донатики слать и не у них свечки покупать. Еще там парышки более консервативных пацанов неприятно. Еще проблема у нас министр обороны, ревностный протестант. И вот он, короче, предлагает антикатолическую билю. А то этот Кэрол, блин, с одной стороны помогает бедным и обездоленным, а с другой набирает себе электорат из разного рода меньшинств. Хитрый говнюк. Да и как-то много чинушно в высших постах имеют себе друзей в этой лиге. Что тоже кажется немножко подозрительным. Сукец, наверное, удумал себе место президента взять. А Кингфиш для себя эту позицию присмотрел. Спасибо, конечно, католическим камикадзам за то, что они убивались по имя Лонга в гражданской войне, но как бы немножко им нужно на их место указать. Упс. Как-то быстро мирная гуманитарная христианская организация превратилась в террористов взрывателей зданий. Причем особо важных, типа Капитолия. В котором в этот момент по удачному совпадению проводилось совещание по поводу антикатолического закона во главе с Лонгом. И кто-то так удачно заложил под зданием несколько бочек с порохом и взорвал. А потом пришли лиговцы и сказали, что они теперь здесь власть. Ну окей. Хотя на самом деле не очень. Это все-таки аллюзия на пороховой заговор 17 века. Но все, что нужно знать про это событие, это то, что он был предтечим мемом про анонимуса с Нюсаеда. Остальная информация не так нужна. И теперь мы действительно блест, безмятежная республика Американского Союза. Настолько же безмятежным приходом к власти и безмятежными чистками. А у власти теперь тот самый интересный генерал Филька Керрол. И флаг теперь действительно блест. Из-за немного неожиданного прихода католиков к власти организовалось несколько проблем. Хотя и до этого хватало всего вот этого восстановления после войны. У нас страна вообще обанкротилась и приходится жить за счет иностранных донатиков. От Ватикана и от в той же стезе долбанутых пацанчиков типа нас. Плюс еще оппозиция недобитых протестантов куклу с клановцев. И у народа к нам возникают несколько вопросиков. А то вроде бы как был законный президент, который гражданку выиграл. Потом какой-то непонятный взрыв и бум у власти долбанутый католик. И с этими проблемками нужно разобраться. Еще мы как бы монархисты. И из этого очевидно следует, что нам нужен монарх. Но при этом католический. А таких не сказать, что особо много осталось. Ну там есть какой-то шотландский стюарт. Ну а другой вариант это Иисус, мать его, Христос. Ну а что, в какой-то там давней еврейской книжке написано, что он царствует над всеми народами. Но мне кажется, для такой великой страны, как Америка, не подходит какой-то там горный дурак. Из королевского рода, у которого нет королевства. А вот сын бога это круто. Конечно, самому Иисусу из Назарета будет немного сложно заниматься прямым контролем Америки. Но у него же есть верные последователи. Вон Филько Керролл, бывший президент. И нынешний священный регент. Этот должен быть более клёвый чат-портрет. Нашутили слегка меня. И всё-таки что-то мне это напоминает. Шизанутый на вере пот снарягает на царствование давно умершего чувака, при этом сам себя назначает священным регентом. Да блин, а я точно где-то это уже слышал. А может даже и видел. Ага, и он же собирается очищать страну. Правда тут уже что-то новое с помощью инквизиции. Там же в штатах этих церквей баптисты, евангелисты, анонисты, методисты, ну просто как грязи. Развращают уроды умы добрых граждан неправильной верой. Ну и конечно же это безобразие нужно устранить. Пока в масштабных чистках нет необходимости, народ сам принимает католичество. Ну медленно, медленно, может их немного подстегнуть. Потравить там особо ретивых газиком. Парочку либералов заживо сжечь, вот что-нибудь такое. Но это попозже. А ещё по пути у нас образовались рыцарские, блин, ордена. Типа совсем древних там госпитальяйров и прочего. А ведь месяц, два, три назад это были просто чувачки, которые свои католические общины от протестантов защищали. А теперь такой флеш-моб по всей стране. Но это даже хорошо. Каждому святому регенту нужны свои лояльные штурмовики. Или крестоносцы. Деус вульт. А ещё у нас теперь Джонкин и Дегенерал. Какого хрена Хезену выглядит прикольно. Вон у нас даже в Бруклине чёрнокожие братья по вере объединились. В рыцарский христианский орден. Неудивительно, у нас совсем расизма нет. Мы настолько толерантны, что у нас глава вообще еврей. Так что с этим в принципе всё ок. Для полного счастья осталось только криминализировать либералов. Давно пора было. Как памятник либерализму даже сносим статую свободы. И прочим там американским масонам, которые некоторые еретихи считают героями. А вместо всяких французских статуй поставим памятник мамане нашего короля. Богоугодная хрень. Ну и на место политиков и прошлых там бывших олигархов организуем себе нормальную аристократическую элиту. Из новых рыцарей и лояльных регенту. Ну что, нехристи, чувствуете, как становитесь... Ближе к Иисусу. А ведь цех лопчики-тильки начала. И остальное веселье остаётся на следующий раз. А ну а пока... Пока... Пока. Пока.